Девушки отдыхают В эфире 231 выпуск программы «Автомобиль». Открывает его дуэль между «Ладой» и «Киа» в нашей рубрике «Погоняем». Наверное, любой владелец иномарки, даже древний и убитый, свысока поглядывает на «Лады», презрительно называя их «тазики». Однако, если трезво посмотреть на ту же «Десятку», то не все так и плохо. А уж что касаемо динамики, то и вовсе хорошо. Даже стандартная «Десятка» быстрее многих иномарок. А уж если владелец еще и руки к машине приложит. При том, что хорошо, цена тюнинга для вазовских машин невысока, а результат получается весьма достойный. Впрочем, у этой «Десятки» в двигатель практически и не влезали. Не, конечно, чипанули и впуск шлифанули, это святое. Да и моторчик восьмиклапанный. Мощность на стенде, конечно, не измеряли, но Дима думает, в районе 90 лошадок, не более получилось. Основные изменения коснулись ходовой и трансмиссии, где поменяли главную пару на более короткую. И в салоне стало спортивно. Такое водительское кресло далеко не для каждого. Чуть толще попа и уже не сядешь. Зато, какова боковая поддержка? В общем, энные вложения и стандартная внешняя «Лада» может дать бой многим иномаркам. 90 лошадок, говоришь? Ну-ну. А мы перестраховались. В соперники для «Десятки» пригласили Антона и его Kia Cerato. Но сразу оговоримся, у Cerato коробка-автомат. Зато 126 лошадок под капотом. Ух ты! А какие они чумазые! Да уж, подкапотное пространство у Cerato прям притягивает грязь. Ну а связка мотора и автомата оказалась очень шустрой. И здесь вспоминаем прошлогоднюю дуэль Антона против Андрея на Мерседесе Цэшке. Притом, Мерс с механической коробкой и двигателем 1.8. Как видим, Мерс на механике уходит, но Cerato его догоняет и обходит. Вот так кореец нахлобучил немца. Впрочем, как мы уже говорили и не раз, нынешний Kia – это фактически немецко-корейский гибрид. Немец Питер Шрайер рисует европейский дизайн, а подвесочники настраивают тележку на тот же европейский манер. Однако, на наш взгляд, получается все же жестковато. Предыдущий Cerato для местных дорог был приятнее. Таким образом, Диме и Десятке предстоит дуэль с непростым соперником. Зато, а если вдруг обгонят? То получается, выигрыш не только у корейца, но заочно и у немца Мерса. Ну что же, поехали, соперники, на старт. Ну кто бы сомневался, что Десятка уйдет со старта. Механика здесь рулит, пока корейский автомат тупит. Но дальше наверняка многие предполагали развитие сценария гонки, как с Мерседесом. Cerato догонят и обгонят. А нет, Лада – это вам не Мерседес. Ее догнать у Антона не получилось. И разрыв на финише – около пяти корпусов. Ну что, не обидно Ладе проиграть? На что Антон парирует? Мой следующий Cerato будет двухлитровым. Ого, как же грозна, Дима, твоя Десятка. И, конечно, с победой поздравляем. А теперь наградим наших гонщиков. От компании «Титаны Сан» – топливо в баке. А новый центр силовой техники, который открылся на этой АЗС в новой мельнице, продолжает расширять ассортимент. Мотокосы, газонокосилки, мотокультиваторы, мотопомпы, мини-электростанции, лодочные моторы – от ведущих мировых производителей. Приезжайте на заправку и посетите новый магазин. Сегодня в рубрике «Автоэксперт» потихоньку начинаем подготовку к зимнему сезону. Несмотря на то, что лето продолжается, и природа нас радует красками, тем не менее, именно в августе мы начинаем ощущать, что скоро зима. И как тут не вспомнить народную мудрость про сани, которые нужно готовить летом. Вот сегодня и посмотрим, что же приготовили нам в «Автомире» к этому зимнему сезону. А наш взгляд заострим на импортных покрышках. Как и обычно, в нашем обзоре участвуют несколько брендов. Притом, сегодня будут и новые имена. Ну а начнем с самых популярных – «Нокиан». Эта относительно небольшая шинная компания сумела буквально завоевать российский рынок. Притом, заканчивает строительство второго шинного завода под Питером. Один не смог удовлетворить спрос. Однако, новинок от финнов в этом сезоне не будет. Впрочем, а зачем? «Хакапеллиту-7» многие по-прежнему называют эталонной покрышкой. Хотя наши тесты показали, что конкуренты наседают на пятки и по некоторым показателям обгоняют эталон. И нас по-прежнему спрашивают, когда же мы опубликуем результаты февральского теста. Но попозже, как и обещали, в преддверии зимнего сезона. А «Хакапеллита-7» будет хорошим выбором на зиму. Кстати, пятерка тоже пока есть в продаже, но далеко не во всех размерах. Конечно, не забываем, что это премиум-сегмент. Поэтому недостаток «Хаки» — это ее немалая цена. Но тут на выручку приходит второй финский эшелон. «Нордман-4». Безусловно, эта покрышка уступает «семерке», но при всем при том, ее поведение в зимних условиях весьма достойное. Еще бы! Это наследница «Хакапеллита-4». Да и цена ее радует. Вообще, финны молодцы. Подорожание покрышек есть, но в пределах инфляции. А главные плюсы для новгородского рынка — это наличие фирменного шинного центра «Вианор». А значит, все продажи покрышек поддержаны заводской гарантией. И наш опыт говорит, что это огромное преимущество. Ям на дорогах по-прежнему хватает. Вот тут и поможет гарантия. В случае повреждения — бесплатный ремонт или замена. Ну что же, идем дальше. И переходим к мировому шинному лидеру — Мишлен. Продолжение следует... А если ценник на X-Signore 2 кажется высок, но все же хочется шины от Мишлен, то смотрим на второй французский эшелон — BF Goodrich. И опять хвалим за разумные цены. GeForce Stad демонстрирует отличный показатель соотношения цены и качества. Впрочем, у Мишлен есть покрышка и в самом нижнем ценовом сегменте. Это сербский Тигар. Кстати, поначалу французы явно завысили на нее цену. Но к этому сезону одумались, и Тигар из тех редких шин, ценник на которую не повысился, а наоборот снизился, в среднем на 10%. А вообще, Мишлен в России стал заметно популярнее за последние годы. Настолько, что французы переоценили в этом летнем сезоне возможности рынка. Заводы выпустили несколько больше покрышек. И произошло затоваривание. И вот оно-то оказалось на руку нам, автовладельцам. Беспрецедентная акция по всей России. Четыре шины по цене трех. То есть, платим за три покрышки, а получаем комплект. Но подчеркнем, что предложение относится лишь к летним шинам. И хорошо, что в Новгородском регионе есть шинный центр Тайр Плюс. Ведь эта акция действует только в фирменных мишленовских центрах. Впрочем, не будем забывать и про гарантию. Здесь французы тоже молодцы. При повреждении шины, бесплатный ремонт или замена. Однако, переходим к немцам. Континентали. А вот немцы отличились. Подорожание на фоне конкурентов существенное. И это при том, что их Conti Ice Contact и так одна из самых дорогих покрышек. Но, конечно, шина отличная. И она пока единственная гражданская резина, где используют спортивные технологии в клейке шипа. Да и в процессе тестов вопросов Conti не возникало. Все на высоком уровне. Но у немцев также есть и второй эшелон, и словет Nord Frost 5. Очень популярная в России покрышка. Впрочем, и здесь цена подросла. Можно предположить, что это скажется на спросе. Ведь покупатели, как мы выяснили, как бы не уважали бренд, но лишнюю копейку платить не хотят. Тут бы немцам посмотреть, например, японцев из Икогамы, которые были лидерами по продажам, задрали цены, и на этом лидерство и закончилось. В общем, увидим, что покажет этот зимний сезон. В любом случае, и словет Nord Frost 5, покрышка достойная. Ну что же. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этот зимний сезон в Автомире подготовили отличный выбор шин. Притом в нашем обзоре фигурировали, конечно же, далеко не все. И чем хороши шинные центры? В отличие, скажем, от продуктовых магазинов, где сегодня, парадокс нашего времени, тоже можно покупать покрышки. Здесь огромный выбор, продавцы-консультанты, заводская гарантия, для поддержки которой нужен соответствующего уровня сервис. Учитывая, что комплект шин стоит ощутимую сумму, здесь их можно приобретать и в кредит. Он оформляется на месте. Отметим, что, конечно же, еще лето продолжается. Но, тем не менее, есть автовладельцы, которые начинают готовиться к зиме. И уже сейчас присматривают и покупают зимние покрышки. Тем более, и повод есть отличный. Это привлекательная цена. Во-первых, сезону она вырастет. А во-вторых, в сети магазинов «Автомир» с 10 августа стартует акция «Зимние шины на 10% дешевле». С комплекта получается хорошая скидка. В общем, отличный повод последовать народной мудрости и начинать готовить сани летом. А сейчас будем учиться вождению автомобиля. Однако, наш следующий сюжет не только для тех, кто мечтает сдать на права, но и для тех, у кого они уже есть. Куда пойти учиться? Такой вопрос волнует многих будущих автовладельцев. Вот в этой роли ученика мы сегодня и побываем. Хотя вопроса «Куда пойти?» у нас не было. Итак, мы предлагаем вашему вниманию рассказ об одном дне, который мы провели в Центре профессиональной подготовки «Водитель плюс». Честно говоря, я втайне подумывал, но меня-то чему здесь могут научить? Однако ошибался. Несмотря на то, что Центру скоро исполнится 5 лет, немного, но тем не менее, кадры здесь очень опытные. А главное, какая школа? Полное название нашей автошколы – Центр профессиональной подготовки Новгородского государственного университета «Водитель плюс». Центр создан на базе военной кафедры, которая вела подготовку водителей с 1975 года. Вот откуда ноги растут. Советская оборонка. А здесь были лучшие кадры и лучшие технологии. Собственно, чего там? И я был учеником именно этой военной кафедры, хотя и недолго. И знаю, насколько серьезно было поставлено обучение. Однако сегодня кафедры нет. В 2007 году решением правительства, будем так говорить, военной кафедры была расформирована. И решением ученого совета и ректора был организован Центр профессиональной подготовки для студентов, прежде всего, автомобильных направлений. Ну а сегодня без коммерции никак. Поэтому в автошколу открыта дорога не только студентам, но и всем желающим. Идем в класс. Тот, кто движется направо, сохраняет правую полосу и уходит направо. Никаких изменений нет. Ого! Актуальная тема. Движение по кольцу. Большинство новгородских водителей, похоже, вообще без понятия, как надо двигаться в таких ситуациях. Скажем, жестче. Ездят безграмотно. Поэтому хорошо, что обучают правилам по схеме реального перекрестка. А то в жизни порой складывается впечатление, что многих учили не вождению, а как получить права. Именно этот щекотливый вопрос я и задавал Николаю Ивановичу. Все-таки вы учите, как сдать на права или правильному вождению. А ответ краткий и искренний. Цель не водительское удостоверение, а безопасное дорожное вождение. А вы обратили внимание, сколько в классе учениц? Да, количество женщин за рулем будет увеличиваться с каждым годом. Ну что, проведем маленький тест. Идем в компьютерный класс, будем решать карточки. А это фактически репетиция сдачи теоретического экзамена. Ну, похвастаюсь. В свое время я сдал этот экзамен без единой ошибки. Однако мы решали карточки, ставя ручкой крестики напротив правильного ответа. В начале 90-х компьютеры только входили в нашу жизнь. Другое дело сегодня. Современная автошкола, конечно, немыслима без такого оснащения. А молодцы, девчонки. Прошли только половину курса, а уже фактически сдают экзамен. Приятно, что и я не подкачал. Так что, думаем, к выпускницам этой школы обидная блондинка за рулем вовсе не подходит. И замдиректора по учебно-производственной работе ведет нас в класс медицинской подготовки. И такие классы – это здорово. Немало смертей на дорогах происходит из-за неумелых обращений людей с пострадавшими. Хотят помочь, а получается только хуже. Ну, с Андреем Виталевичем мы еще пообщаемся. Человек очень интересный. А пока хотелось бы посмотреть на практику. Пора заглянуть на автодром. У центра два автополигона. На них и оттачиваются стандартные упражнения. Обратите внимание, на полигоне учителя доверяют машины студентам. Для многих психологически так легче. Однако, выезд на дорогу, конечно, только с инструктором. Ох, волнительное это дело для учеников. И опять невольно сравниваю, как я учился. Помню, мастер спросил. Машину уже водил? Водил. Ну чего сидишь? Заводи, поехали. Вот так, сразу в город без полигона. Хотя в интернете можно найти ролики. И того веселее. Красный огонь, ты едешь, м***ь. Заводи машину. Третью, м***ь, куча. Я же тебе сказал. Дай газку, м***ь, по-русски, м***ь. С таким мастером и все, что знал, забудешь. Здесь это понимают. И преподавательскому составу уделяют большое внимание. Ну а я опять о своем. Может ли после вашего обучения на дороге появиться неподготовленный водитель? Это исключено. Даже если бы я захотел это сделать, что невероятно совершенно. Потому что мы учим людей не кашу варить и не штопать чулки, понимаете? Мы учим делу, которое связано с жизнью и смертью. Мы очень серьезно относимся к этому делу и понимаем, для чего мы готовим людей. К сожалению, не все люди, которые приходят учиться, они это понимают. Многие приходят и говорят, я пришел за правами. Объясняешь человеку, что права выдает совсем другая организация, к которой мы имеем отношение постольку-поскольку мы обучаем правилам безопасности дорожного движения и практическому вождению. Отметим, что буквально недавно здесь было всего два автомобиля. А сегодня целый автопарк. Включая и грузовики, и мотоцикл. Ведь в центре ведут подготовку водителей категории А, Б, С и совместно Б и С. А также переподготовку с Б на С и обратно. А еще подготовку и повышение квалификаций преподавателей и мастеров производственного обучения. Подготовку водителей самоходных машин. Все перечислять не будем. Долго. Но, пожалуй, на самом интересном сейчас остановимся несколько подробно. А все началось с гонок. Именно участие в автоспорте дает то водительское мастерство, которое невозможно получить во вседневной жизни. Надо сказать, при том без ложной скромности, что наград школа имеет не просто много, а очень много. Да, да, мы буквально были поражены, когда Андрей Витальевич стал показывать, при том, далеко не все кубки и медали. Отметим, в своей массе тут первые и вторые места. Это говорит о высоком классе мастеров автошколы. Вот тут-то и родилась идея о передаче опыта ученикам. Так и появились курсы контр-аварийной подготовки. Итак, кто считает себя асом вождения? Рекомендуем пройти эти курсы и проверить, насколько это правда. Я, например, споткнулся уже на теоретическом занятии. Если руль держал правильно, то вращал не совсем верно. Кстати, о вращении одной рукой. Можно, но есть тонкости. И вот здесь я спрашиваю о вот таком модном способе ладошкой. И это ошибка. Дело в том, что при попадании колеса в яму, руль можно и не удержать. И, кстати, вот здесь мы воочию видели. Что такое? Инструктор и преподаватель работают в паре. Теория и практика в связке. Понравилось, что тут же знания закрепляются на реальных примерах. Притом это не постановочные кадры, а типичные ситуации, взятые из жизни. Да, те, кто подумал, что здесь готовят каких-то спортсменов, нет и еще раз нет. Этот курс создан с целью повышения безопасности дорожного движения. Как для молодых, так и для опытных водителей. Чтобы знать, что делать в критической ситуации, то есть прогнозировать поведение автомобиля и попросту выживать на современных дорогах. Однако, как невозможно научиться, скажем, боксу по книжке, так невозможно научиться и контраварийной подготовке без практики. И вот здесь начинается самое интересное. Едем на полигон. Сразу отметим, что обучение проводится именно на той машине, на которой вы ездите. И это самое правильное. По опыту скажем, машина машине рознь. И поэтому одной из задач курса это научить вас лучше понимать свою собственную машину. Что она может, а чего нет. Или она специально моделирует аварийную ситуацию. Вот этот мячик прозвали бабушкой. Да-да, он, как неразумная старушка, будет выскакивать на дорогу перед близко идущим транспортом. Что же может произойти с рядовым водителем? Ну что же, бабушку, конечно, объехал. Но какой ценой? Это на полигоне широкая дорога. Да и то автомобиль вставал то на три, а то и вовсе на два колеса. А в реальной жизни на пути окажется или стол, или встречная полоса, или стена, да что угодно. А все из-за некорректных действий. Вот на этих курсах и учат, что делать в той или иной ситуации. И лучше тренироваться на мячиках. Впрочем, контраварийных приемов здесь отрабатывают немало. Притом не только таких критических, как с мячиком, но и вполне обыденные. Что сделать, если не заметил вовремя лежачего полицейского или люк, как уберечь подвеску. Учат и техники прохождения поворотов, приемов разгона, экстренного торможения. В общем, всему, что может пригодиться в обычной жизни. Видели мы и наш любимый лосиный тест, он же переставка, который мы делаем в тест-драйвах. Вот она проверка на возможности автомобиля. Здесь показателен пример Александра на кугуаре. Почувствовал лучше машину? Да, точно почувствовал. Потому что раньше я совершал грубые ошибки. Хват беспечности, нечетко контролировал руль, например. И некоторые маневры совершал откровенно беспечно. Сейчас я это понял. Курс позволяет понять те провалы, которые совершенно обычный водитель, отъездивший в городе несколько лет, допускает каждый день. Те ошибки, которые нужно исправлять. Вот что нужно понять. Ну, ты стал ближе со своей машиной. Да, точно. Курс не просто полезный, он очень интересный. Ты учишься на своей машине, лучше узнаешь ее особенности, а значит в реальной жизни меньше вероятность ошибок, связанных и с неправильным выбором скорости, дистанции и прочего. Кстати, у каждого в машине рация. Поэтому общение учителя с учениками идет в реальном времени. Тут же сообщается об ошибках, даются советы, делается коррекция и, конечно, при полной дисциплине. Подобные курсы очень популярны в столичных городах, но там отпугивают цены. Поэтому хочется выразить уважение Центру профессиональной подготовки «Водитель плюс», что они смогли поставить обучение на уровне столичных школ, но цена при этом куда разумней, а именно в несколько раз ниже, чем в том же Питере. Ну что же, вот и подходит к концу наш день в автошколе. Кто сказал, что учиться скучно? Нет, это не про «Водитель плюс». Здесь получать знания интересно. Так что добро пожаловать в Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Центр профессиональной подготовки «Водитель плюс». Подходит к концу наша программа. Как и обычно, ждем ваших писем. Адреса в титрах смотрите. Это все на сегодня. Мотор Орёв для нас звучит, как музыка, как аромат. Вдыхаем мы бензин. Что нужно нам? Что-то полоска узкая. До запчастей заветный магазин. Автомобили, автомобили. Буква на все. Заполодили. Там, где вековая, лежала пыль. Свой взгляд оставил. Автомобили. Автомобили.